добрый вечер дорогие телерадиослушатели это блок путешественника вот человек вот этот человек путешественник сегодня будет небольшой экскурсион здесь мы уже третий день обратите внимание на загар видите какой какой мощный загар какой очень такой неплохой и небольшой экскурсион по города а геленджику типа обзор обзор мы обзор делать давай все тонкости смотри поделит же ну давай во первую евгений шире и продукцию представлять спинс Оррель дай в оннэтот Ор… он и тэнна Та, дай фаунд О, а шеис маин Начилка дай от тэннна Вот ты меня зачем-то застегнул, господи, просто отцепанил. Так что я вижу как надо, просто зацепи, не надо мне пуговицы застегивать. Евгений, а расскажите, почему выбор города-курорта упал именно на Геленджик? Короче, в Турцию стоило 400 тысяч доходи. А Геленджик сколько обошелся, если не секрет? Пока не знаю. Примерно, подсчеты велись или гуляете на широкую ногу? Все деньги отдал своей жене, у меня ни копейки просто. Если вот даже я потом проведу, конечно, аналитику вот этих вот трат, но он даже за 150 не вылезет. Хотя вообще никто ни в чем себе не отказывал. Ну, хорошо, а почему Сочи, Адлер, там, Новороссийск, Анапа? В Анапе мы были в прошлом году, это было так себе, прям так себе и еще тысячу раз так себе. Сейчас любая, любая Турция, даже тоже Сочи продают там 250-300 тысяч. Господи, ну отель, отель, господи. А у нас апартаменты, апартаменты. Естественно, я передвигаюсь только на мотоцикле. Как море вообще в целом? Понравилось, не понравилось? Заход хороший, тепленько. Слушок пошел, что в рот водичку лучше не брать, потому что можно блевануть. Стараемся в рот не брать. Нас пугали изначально. Ну, и какие-то слухи были, когда мы туда ехали, о том, что море говно, там сейчас все травятся, блюют. Не знаю, из-за чего у меня болит животик сегодня целый день. Вчера не купался даже. В столовую сегодня не посещали? В столовую не ходим. Ходим только в дорогие шикарные рестораны. Ну, разные там. Что, деньги есть? На плоскарте приехали, сэкономили. Мне нравится, что... Я не могу сопоставить факт того, ну, допустим, что дети там от чего блевали от моря, либо они там что-то сожрали, либо воду какую-то выпили, я имею в виду там а-ля там зубы почистили, знаешь, там, ну, из канализации. Непонятно. У нас такое было, да. Поэтому море нормальное, ну, не грязное, ну, относительно. Сегодня мы с женой Леонида сели на банан, и уехали в открытое море. На дракона. На дракона. Сели на дракона с ней вдвоем и уехали в открытое море. И там море было совершенно другое. Мне хотелось пить оттуда. Я пил воду из моря и думаю, какой же вкусная, какая вкусная вода. Цвета она была сумасшедшего. Сейчас вы увидите кадры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, что касается... Вы видели, какое было море? Какого было цвета? Вот такого цвета в этой бухте нету, к сожалению. И я скажу по чесноку, что я больше купаться в этой бухте не хочу, потому что я покупался в таком шикарном море. Я пил воду оттуда. Я воду пил, потому что она вкусная, зараза. Мммм, ммм, 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 ммм. Мммм, ммм, 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 ммм. Острая? Так что было дело, и у меня живот болел. И я целый день водичкой... А у меня не болел. ...по той простой причине, что надо всегда дезинфицировать свой организм приятными напитками. Так, а почему воду нельзя, ну, ты говоришь, морскую воду глотать? Я не знаю, так все базарят, таксист так говорил, там, все что-то так лепят. Таксист очень много чего знает. Да, да, да. Поэтому не знаю, может, вода из-под крана, ты там моешь кружку, хрен его знает, как бы. Че? Откуда я знаю вообще? Я ничего не знаю. Может, я вчера что-нибудь сожрал. Может, я обрезал палец вчера, знаешь, и все, и сегодня дрещу. Я не знаю. Ну, да. Но после моей сегодняшней поездки в открытое море и купания там, я понимаю, что купаться вот на этой набережи, на этих пляжах, это просто... Ну, это просто отстой, Леня. Это отстой. Да я это всегда знал. Это отстой, понимаешь? Это вот ты рядом с бухлом, ты рядом с едой, у тебя все тут рядом, и ты в этом колупаешься, в этом не глушать. Потому что надо всегда купаться и плавать на яхте. Да, да, да. Или яхты каждый день, каждый день выплывать в открытое море и там купаться. Вот, вот ты правильно говоришь, Леня, да? Нужна яхта и каждый день... А, блевод. Очень много блевод. Вообще, кстати, ни одного не видел. Ты просто не смотришь вниз. Зачем? Надо смотреть всегда вперед и... А вдруг будет валяться там рублей 150. Субтитры делал DimaTorzok А вам нравится проводить свадьбы, корпоративы? Мне нравится проводить свадьбы. От свадьбы, получая удовольствие, прям такое полноценное, эмоциональное, и физиологическое, и патологическое, и... Какие там еще бывают? Удовольствие? Моральное? Моральное, эстетическое, я уже говорил. Наверное. У меня впечатления самые большие от еды в ресторанах. Так вкусно, как и здесь, я не ел нигде и никогда. А я тебе вот... Никогда в жизни, я клянусь, я так сильно удивлен этой едой, которая здесь, этой подачей. И, блин, ну, ладно, хрен с ним, я могу прийти в рестик, заплатить за блюдо полторы тысячи рублей, там, да, две тысячи, и там это будет круто. Но здесь ты платишь за блюдо 300-500 рублей, и оно на высоте. Кормежка очень сильная, кормежка на высшем уровне. Кормежка в номерах? В рестиках, не, не, мы сняли квартиру просто в рестиках, мы были очень во многих рестиках, и везде я доволен тем, как нас покормили, и по бабкам, ну, я считаю, что адекватные деньги, нас в Питере дороже. Дороже, а мы сюда заходим в приличное заведение, и здесь дешевле, чем у нас в Питере. Мы даже заходили в кафешку, там какая-то, знаешь, там типа Аля Ноу Нейм, блин, она прикольная, ну, то есть там шашлык, прям огонь был, и, в принципе, вся остальная так же еда. И даже сегодня мы зашли в обычную столовку, вот единственный раз мы поели в столовой, и хотя ценник там такой же, как и в шикарных гастаганах, там тоже неплохо. Ну, ты согласен со мной, да? Да, вообще вполне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В описании будет мой сайт, Евгений Шерепродуксион. Пишите, звоните, для кого-то будет дорого, а для кого-то будет недорого. Для работы приемлема. Корпоративы дорого, свадьба, полташка, полташка, 4 часа, 4 часа работы. Я нашел, кстати, минус в... В этом отдыхе? Да. Это проживание с нами в одной квартире? Нет, ревность наших жен, какую-то херню несут постоянно. Кстати, первый раз в жизни. Потому что на меня постоянно все смотрят девчонки. Ну, это да, это так. Что еще поделать? А я все время подгоняю их. Да, просто подходишь и все разбегаются. Магнит-косметик, вот обратите внимание. Мужик в кепке, там, вот девчонка, там, в юбке. Что-то жует, ты посмотри. О, кстати, обратите внимание, вот мужик сидит. И вот здесь красная, да, у него красная? Здесь красная. И в самокате вот тут тоже такой полукрасный цвет. О, ничего себе, иномарочка. Обалдеть, наверное, еще и на автомате. Обратите внимание, это улица, где есть дорога, и по ней машины ездят. Также есть пешеходный переход, вот он здесь. Пешеходный переход, и по нему ходят люди, вот так вот ходят. И мужик в желтой рубашке, он прошел мимо. О, смотрите, сейчас тоже люди пойдут и будут переходить через переход этот пешеходный. Представляете? Какого хрена? Короче, это набережная, где тусовка. Я не знаю, как тебе, но мне все вот эти вот танцы-шмансы, танцевать мне не хотелось. Но ты один раз там заблудил. Да, я просто заблудился. Нормально тусану? Нормально. Субтитры создавал DimaTorzok Очень классно, что есть тренажерная такая зона прямо на берегу моря. И прям кайф. Потренировать сису, потом спуститься вниз, буквально 15 метров окунуться и обратно пойти сису свою на лохмате. Здесь прям все серьезно, блины, не блины. Это мне очень такая тема всегда. Мне хотелось такое мероприятие посетить. Я рад, что я попал на такое мероприятие, где есть жим лежа, что-то там еще и что-то там еще. Не, вообще на самом деле максимально красивая набережная. Мне понравилось очень, очень много красивых людей. Вот именно, что знаешь. Ванна Пинета красивых людей. Ну, что вот именно ты ходишь и... Не хочется обижать некрасивых людей, но... Мне приятно просто глазу посмотреть. То есть вот на девчонок там очень много... Иди сюда. Ванна Пинета красивых людей. А еще такой вопрос, который будет, наверное, полезен нашим зрителям. Свадьбы проводите только в Питере и в его окружностях? Ни в коем случае. Меня приглашали вести свадьбу. И там, ну, в Москву это понятное дело, там, я приезжаю. Мне оплачивают там жилье, оплачивают там проезд. Это самое, там, да. Вот в Иркуту поеду через неделю. Через три недели поеду в Сыктывкар. Через месяц у меня будет мероприятие в Папуа, Новый Гвинея. Также в Норвегии семь свадеб будет в октябре. И шестнадцать мероприятий будет в Лулу области... А этот, здесь, как отельчик, нормальный? Хата. Ну, частный дом, я снять частую квартиру. У бабули? У мужика. У мужичка. Вот эти, которые на трассе стоят? Нет, вы на Авито нашли. Нормально? Далеко отсюда. Пять минут. Сколько стоит за сутки? Да хуя. Ну, это сколько? Пятерку? Больше. Да ладно. Это, видимо, очень хороший дом у тебя. Пять пятьсот. Большая дом. Квартира. Дом или квартира? Хата. Большая? Сто пятьдесят. Сто пятьдесят чего? Метров. В длину? Квадратных. Наотводили? Семьдесят пять. Занимался какими-нибудь единоборствами? Да. Скресняешься, может? Раз на раз. На камеру? Ну, типа, да. Но вошел. Не, я с тобой не буду. Ты здоровый. Там, где мы хату снимали. Это улица Крымская, Черноморская, как называется. ЖК Черноморский. ЖК Черноморец, да? Нет, Черноморский, как-то так. Очень прилично. Прикольно. Очень хорошо, да. Улица Крымская, 19, корпус 11. Это тот дом, в котором я поселился. Все очень даже прилично, симпатично. Вот такие кадры я буду сегодня снимать. Давайте приблизим. Это что у нас? Кусочек горы. А у нас здесь улица, по которой ходят люди. Это Крымская улица. Обратите внимание, идет человек. И, видимо, это его подружка. Короче, да, если с комфортом хотите бегать в Геленджик, снимайте хату в этом Черноморце. И детские площадки недалеко от моря. Все очень прилично. Магазинов много. Магазинов много. После 24-х алкашку продают. Ой, после 22-х. Алкашку продают. Все, что хочешь. Рядом есть. Вообще, прям. Все адекватные. А, знаешь, в чем самое главное? Мне что понравилось? У тебя хвостик, пока. Самый главный прикол, что я не слышал ни одного из соседей. И надеюсь, нас тоже. Я даже вас не слышал. Нет. Не имею в виду, что там, типа, сверху, сверху, сверху. Я сплю. Вот вы галдите на кухне, что-нибудь там сидите. Я даже вас не слышал. Поэтому ЖК хорошее. Море тоже. По сути, идти. Сколько мы идем обычно? 5-7 минут? Да, 5-7 минут. Вообще ни о чем. Да, ни о чем вообще. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Единственное, что, наверное, я жалею, что все же мы не добрались ни до каких экскурсий. Ну, то есть, там, не съездили там ни на сафари, ни на канатную дорогу. Ну, ты-то уже по канатной дороге хорошо видео там показываешь. Смотрите на этом канале видео, где я забираюсь в гору. Там так все опасно и страшно. Если это видео. Да, еще же помимо этого есть, я говорю, сафари. Если Максим решится мне сделать предложение, у нас будет свадьба. Приедете проводить. С превеликим удовольствием. С превеликим, как говорится, торжеством и энтузиазмом. И это не шутки. Это не шутки. В основном, и это тоже не шутки, сейчас я веду мероприятия только у подписчиков, потому что они основные клиенты, которые заказывают у меня данные мероприятия. Ибо больше нигде я себя не рекламирую, кроме как в своем телевидении, шоу, передаче там всякое разное, тудыськи и мудыськи. А что еще? А, мы уже обсудили, что ты на поезде ехал, да? А раньше на поездах приходилось путешествовать? Да. Когда? В детстве. И, ну, поменялось обслуживание в RGD с тех пор? Или все так же? Мне просто интересно. Да? Лучше стало? Кондиционер или жарко было? Он то работает, то не работает. Из-за этого ребенок заболел. А если постоянно работал бы? Лучше было? А ты смотри, такой прикол. Поезд едет, потом он останавливается. А когда он тормозит, конди отключают. То есть ты находишься в таком комфортном, вроде бы, прохладном состоянии. Потом чпокс. А, ну, все, понятно. Ты весь липкий, потом бах. И так на протяжении двух дней. Ну, конечно. Непродуманная херня. Вообще. Всем пока. Пока, Коля. Пока, Коля? Что вы еще спросите? Обратно когда? В среду? Тоже на поезде. Тоже на плацкарте. Почему? Сколько стоит? На одного человека нынче плацкарты. Вот Москву. Москву, я слышал, мне говорили. Вот. Когда только-только самолет перестали летать. Семь тысяч стоило Москву отсюда. Ну, с Краснодара. Я, короче, не знаю, что там стоило, но купешек, чтобы мы были все вместе, не было. Понял, да? Это за полгода. Нас, короче, дофига народу. И мы все были вот одной бандой, короче, сидели. Плацкарте? Понимаешь? Да. Ну, там... А если бы были бы купешки, мы бы были бы раскиданы по разным вагонам. Можно вагон выкупать. Поэтому... А, блядь, вагон купе. Плацкарт или купе? Три вагона сейчас выкупим и поедем. Ну, плацкарт или купе? Купой. Да, проще плацкарт было купить. Судя по тому, что на базаре, надо было поезд выкупить полностью, который вез бы только нас. Только хочешь плацкарт, хочешь купе, да? А последний город, курорт российский, в котором ты был, кроме Анапы еще. Ой, больше я особо... В Сочах? Нет, в Сочах и не было. Ни разу не было в Сочах. Ну, Геленджик, то есть, пока оставляет хорошее впечатление. Да, если на следующий год, если на следующий год будет продолжаться вот эта вот ебунь, которая продолжается, то надо ехать, конечно, в Сочи. А так, шляпа, думаешь, да? Ну, попробовать разок нужно. Разочек надо попробовать. А так я всегда не был сторонником этих российских курортов. Как бы... Ну, их в жопу, эти российские курорты. Все, всем до свидания. Это был отдых в Геленджике. Пишите любовные комментарии. Леня, ставите вы номер телефона. Нет, номер телефона. Много телефона твоего ставить. Нет, спасибо. Не так вот, дохуя... Звонков слишком. Не, мне хватает одного раза. Одного-два раза. Ну, чё ж так материться-то? Я-то в Слу сказал. Да? Дочка будет потом смотреть это видео. Да иди. Я надеюсь, не будет. Почему? По полу. Как не будет. Это обзор Геленджика. Аккуратно тут петличка висит. Сломать, что ли, все хочешь? Помнишь? Я, по-своему, не привык к порудованию на себе. Ну, все тогда. Ну, все. Спасибо. И в завершении всего этого видео про Геленджи хочу уже сказать следующее. Мы приехали домой, сегодня как второй день мы дома в Санкт-Петербурге. Какие последствия? Поездки этой, последствия такие. Вчера я всю ночь болевал, опять обсирался водицей, прям как из колодца текла. Ребятенок мой маленький в поезде тоже бедолага ночью болевал и лежал, и страдал. Просто вот, не знаю, жене тоже как-то не очень камильфо она себя чувствует. И сейчас я просто, тело все ломает, как будто меня палками так мундяхали, прям по костям, прям били. По косточкам, по всем, даже вот лицо трогаю, прям чувствую, какая боль, какая боль. Ну, понятно. Все? Все, да? Угу. Ну, ладно. Слушай, ну это было прям супер, вообще класс. Конечно, я могу Дудя заменить. Дудя, могу заменить. Но только вопрос о том, что я не могу. Нет, ты никогда не заменишь этого подруча. Езжайте в Геленджик, отдыхайте, загорайтесь, купайте, блюйте, сритесь, и дай боже вам этого избежать. Секелечек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова